дорогие мои и любимые мастера сегодня у нас очень необычное видео разговор по душам с нашими клиентами болтушками иногда у них просто не закрывается рот и здесь смайлик между строчек потому что это я говорю любя давайте послушаем какие иногда актуальные вопросы они задают это видео будет очень полезно для девочек которые впервые собрались на наращивание ресниц выполнять само наращивание мастеру в таком режиме достаточно сложно когда постоянно шевелится рот у нас также задействована мимика глаз поэтому они немножечко дергается но трудности нас не пугают всем приятного просмотра мой опыт общения с ресницами это только накладные на какие-то там очень важные мероприятия или там или свадьбы или как-то фотосессия это более естественно выходить так а ты в украине только заработаешь я обучаю в принципе по всему миру была в израиле потому что мы ездили недавно сейчас 5 числа полечу в москву в дневный курс будет проходить в сентябре в румынии будет курс проходить в августе в германии в гамбурге будет курс а в этом в июле еще в кривом рагу ну по украине чаще конечно бывают просто мастер-классы чем везли с выездами немножко сложно морально собраться с собой потащить целую кучу материалов потому что материалы у нас очень качественные но я сама их подбираю просят привозить вместе с собой так лучше сразу обучать на качественном понятное дело ты же не везешь со своей это можно где-то посмотреть куда-то ездишь где-то обучаешь может кто-то хочет научиться а я кину ссылки внизу кто-то может хоть быть красивым или уметь сделать так как ты и послушала это в тренде вообще это бьюти индустрия во первых это девочки знаешь и для девочек важно иметь ту работу которая приносит им удовольствие и в которую не надо знаешь пахать как на заводе которая реально что-то сделала и это красиво например видеоблог это тоже неплохой вариант у тебя же тоже есть свой канал я ссылки оставлю внизу интересно пусть посмотрят люди там очень классно кстати у тебя на канале настолько подробно рассказано про все проясните какие что где верхние нижние как ухаживать ну просто там можно по-моему на все вопросы найти ответы да и дело в том что девочки вот что ты понимала пишет мне недавно с Одессы мальчик Танюш спасибо тебе большое я открыл свою студию по наращиванию снизм не девочка мальчик девочек я выпустила по своим видео уже не знаю какое количество а это мальчик пишет я ни разу не был на обучение все учился по твоим видео и он не сбросил фотографии своих работ ну честно целеустремленности этому человеку вот он за год открыл студию научился делать работы очень классно качественно поэтому у него я уверена много клиентов ну и уже после он не похвастался ни разу не на обучение все по моему каналу круто ну тут кто хочет тот же ищет возможности кто не хочет ты знаешь оправдание ну да ему даже если да все у него все равно ничего не получится если желания нет и не хочешь да а тут это же круто класс и я хотела именно только к тебе попасть я очень давно слежу за твоими инстаграммами каналом за всеми же знаю мы с тобой знакомы уже много лет с самого-самого начала помню когда ты только начинала этим заниматься так я до тебя дошла я с ченнелем уже тебя не занималась тогда ты даже еще не собиралась тогда этим заниматься у нас еще и детей не было ты еще была не замужем когда мы познакомились а сейчас уже у нас обоих по двое детей видишь класс сколько ты всего за эти годы достигла ну посмотрим какой будет результат интересно когда приходит клиент мы еще интересуемся что ему нравится это психологический подход то что я вижу мои вкусы и взгляды могут немножко с ней совпадать просто я могу посоветовать как правильно сделать как нужно сделать как бы ей было красиво как бы у нее нагрузка какая правильно на ресницы была чтобы она долго носила и хорошо а она мне говорит а я хочу делать не так чтобы у меня глаза не открывались ким кардашьян ну да вот такой он план поэтому мы всегда это неоднозначно знаешь пришел клиент я вижу то чтобы я ей посоветовала я не советую я рекомендую пытаюсь там достучаться да но если она говорит нет я хочу так мы ей делаем так как она себе планирует это психологический подход но на самом деле просто два девочки приходят у них там очень далеко посажены глаза вообще прям знаешь посадка она мне говорит я хочу лисий эффект вот я на самом деле научилась лисий эффекте одна любовь в глазах уже раньше говорили что лисий эффект не подходит далеко посаженным глазам но если в принципе грамотно подойти к нему можно сделать так что чуть-чуть там укорачиваем угол и все равно будет лиса но не такая ярко выраженная уже у меня глаза более округлее мне кажется если у тебя округлые глаза немножко как выпуклые знаешь такие тебе по форме нельзя очень закрученную ресницу например брать потому что будет очень удивленный взгляд ну просто его развернет вот так происходит больше не совсем лисий но более такой да какого плана ты мне будет сейчас мы с тебя начнем с самого такого обычненького это натуральный эффект это повторение формы роста твоих натуральных ресниц без всяких премудростей декоративных ну че мы декор тоже немножко добавили мы же не черные ресницы наращиваем я тоже тоже кстати сейчас очень в тренде коричневые ресницы я тоже можно с коричневыми ресницами это делать ну черные странно смотрятся на блондинках хотя некоторые девочки любят именно черный черный эффект накрашенных уже таких глаз сразу же да мы когда общаемся с человеком но в основном ведем диалог и смотрим в него глаза когда у нас нарощены ярко черные ресницы акцент уходит от глаз сразу на ресницы ну например подходит парень знакомится с красивой девочкой у нее красивые глаза он смотрит на ее ресницы и не видит глаз да он не видит ее прекрасный глаз поэтому иногда вот из-за этого надо добавлять оттенки мягкие оттенки не черные черные это резкие оттенки надо добавлять мягкие для того чтобы акцент все равно на глаз оставался когда мы разговариваем с человеком почему мы на глаза смотрим самая черная точка на глазу это зрячок И вот мы из-за этого смотрим, да? Ориентируемся. Да, ориентируемся. А когда прицепили ресницы, всё, зрячок уже затмили наши ресницы, и мы смотрим только на них. Ну, я часто встречаю, сейчас очень распространённая наручная ресница, в основном очень резко это бросается в глаза, это даже как салон-козябка. Вот такую фигню иногда наращивают, а оно смотрится странно. Но я понимаю, что если человек хочет, то мастер бессилен. Но всё-таки, когда оно естественно... Ну, понимаешь, когда такому человеку делаешь, и ты делаешь не так, как бы должно было оно выглядеть, да? Ты тихонько ему на ушко, а если что, вы делали не у нас. Хотя, чтоб ты понимала, к ней будет больше всего на улице цепляться девочек и спрашивать, а где вы делали такие ресницы. Это тоже какая-то, не знаю, психологическая штука. Но знаешь, а бы клиент был доволен, с другой стороны. Я просто, смотри, пробовала делать. Вот у нас в Инстаграме есть работа, которую я выставляю. Вот мне она, например, эта работа очень нравится. Качественная, чистая, аккуратная. Я выставляю, ну, там, не знаю, сколько я там лайков набрала, не знаю, 60, там, отметили только мастера, которые на меня подписали, да? Выставляю на страницу работу, которая пришла девочка, попросила длину 15, максимальный объём, нарастили верхние, нижние брови нарастили. Есть мега объём, это иду 20 ресниц на одну свою. Боже мой, как это? Не так. Нарастили мы, и понятно, что эта работа, нагрузка распределена на её натуральные ресницы неправильно, очень тяжело. Ну, я думаю, выставляю на Инстаграм фотографию. Выставляю, три дня мы не могли отбиться, все приходили, сделайте так, как у этой девочки. Капец. Капец. Хотя при этом страдает натуральная ресница, которая просто не пасет. То есть она же может и отпасть. Не, они потом вырастают, но всё равно же, да? Не, они обновляются постоянно. То есть у тебя сейчас тоже в первые дни там может выпасть несколько ресниц. Ты можешь смотреть, как они выпадают, с твоей натуральной или самостоятельной, то есть без ресницы. Если несколько выпало с твоей натуральной, это всё нормально, то есть выпала твоя старая ресничка и вырастет новая. Ресницы бывают в трёх фазах. Это фаза роста анаген, катаген и телоген. Это когда ресница, анаген – это малюсенькая ресничка, когда она только вылезла. Катаген – это уже ресница такая более зрелая. И телоген – это та ресница, которая созрелая уже всё, она планирует на выход выпадать и вот эти вот телоген ресницы от нагрузки сейчас от того что у тебя на твоей ресничке слабенько появилась какая-то дополнительная нагрузка немножко повыпадает и вместо нее вырастет новая ресница а сколько ресничек на маю ты сейчас цепляешь какая нагрузка сейчас по одной это обычная классическая наращивание это кропотливый труд я так понимаю вот это прицепить на каждую ресничку ресничку так а мы в любом случае цепляем на каждую просто мы это делаем либо две штучки на одну цепляем либо одну то есть все зависит от твоих пожеланий а можно ли красить на наращенную ресниц и нужно не рекомендуется на самом деле потому что носка будет хуже а еще хуже это то что не качество вымывает и загрязняется межресничное пространство ресница это тот орган который функцию защитную для глаза выполняет поэтому если там она будет собирать очень много нагрязней да и потом смыть эту косметику крайне сложно ты по сути смываешь с ресницами вместе да то есть ты будешь в любом случае я хочу так ходить всегда почему первая стадия вот это иголочка подсаживание ну что давай дальше мандарины с ними тоже на кого-то помните я тебе говорила что ресницы есть у нас фаза спячки вот они активируют эти ресницы которые фазы спячки но если у тебя на глазу например 160 луковицы от природы то тебя больше 160 уже не вырастет как и волос на голове да если у тебя там 250 у тебя 200 в спячке до 50 активируется начнет расти чем человека одного глазу от 90 до 250 ресниц поэтому каждого человека уходит разное количество во время для кого-то может уйти там два часа во время работы за кого-то три часа на кого-то и час сколько у меня приблизительно как ты можешь оценить своим профессиональным глазом у тебя средняя густота ресниц это 120 примерно до 150 ресниц на глазу у тебя просто они очень тонкие делаем ну в качестве в количестве нормально а вот они очень до тоненькие такие самая волосинка да а вы знаете что есть ресницы специально для мужского дращения они называются ресницы со грибом ай созданы специально для мужского дращения а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok